Добрый день! Сегодня мы с вами научимся вязать вот такой мотив паутинка, а также рассмотрим способ соединения таких мотивов в единое полотно. Для работы нам потребуется крючок и моточек пряжи. Приступаем к выполнению мотива. Набираем цепочку из 6 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И соединяем в кольцо, выполнив соединительную петлю в первую воздушную. Образовалось колечко. Далее выполняем 3 воздушные петли подъема. Теперь в колечко нам необходимо провязать 17 столбиков с одним накидом. Выполняем. Первый, второй, третий, четвертый. И так провязываем все 17 столбиков. Мы провязали все 17 столбиков с одним накидом. И теперь заканчиваем ряд, выполняя соединительную петлю в третью воздушную петлю подъема. Вводим крючок и провязываем соединительную петлю. Получилось такое обвязанное колечко. Далее выполняем 3 воздушные петли подъемы. Раз, два, три. И еще 6 воздушных петель по узору. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И теперь необходимо провязать столбик с одним накидом, при этом пропустив 2 столбика в предыдущем ряду, выполним на третьем. Выполнили. Затем снова 6 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И снова выполняем столбик с одним накидом, пропустив 2 столбика в предыдущем ряду, выполним на третьем. И так мы чередуем 6 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И столбик без накида, пропустив 2 столбика, выполнив его над третьим столбиком предыдущего ряда. И так мы вяжем до конца ряда. Мы заканчиваем ряд. Провязали последние 6 воздушных петель и теперь должны выполнить соединительную петлю в третью воздушную петлю подъема. Вот таким образом выглядит наш мотив. Далее выполняем 3 воздушные петли подъема и еще одну воздушную петлю по узору. И сейчас необходимо провязать столбик с одним накидом, выполнив его в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда. То есть туда, куда мы выполняли только что соединительную петлю. Провязали. Далее 4 воздушные петли. И столбик с одним накидом под арочку из 6 воздушных предыдущего ряда. Выполнили. Снова 4 воздушные петли. Раз, два, три, четыре. И сейчас мы должны провязать столбик с одним накидом, выполнив его над столбиком с накидом предыдущего ряда. Провязали. Затем 1 воздушная петля. И над тем же столбиком предыдущего ряда мы сейчас провяжем еще один столбик с одним накидом. Провязали. Снова 4 воздушные петли. Раз, два, три, четыре. И снова столбик с одним накидом под арочку из 6 воздушных петель. Далее 4 воздушные петли. Провязываем столбик с одним накидом над столбиком предыдущего ряда. Затем выполняем 1 воздушную петлю и провязываем еще один столбик с одним накидом. И так мы вяжем до конца ряда. Мы заканчиваем выполнение ряда. Провязали последние 4 воздушные петли. И теперь должны выполнить соединительную петлю в третью воздушную петлю подъема. Вот таким образом выглядит наш элемент. Далее выполняем еще одну соединительную петлю под воздушную петлю. Вот таким образом. Теперь 3 воздушных петли подъема. И еще одну воздушную петлю по узору. Затем необходимо провязать столбик с одним накидом под воздушную петлю предыдущего ряда. Провязали. Далее 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И сейчас мы должны провязать столбик с одним накидом над столбиком с накидом предыдущего ряда. Выполнили снова 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь столбик с одним накидом под воздушную петлю, под эту воздушную петлю предыдущего ряда. Выполняем сначала под нее столбик с одним накидом. Затем выполняем одну воздушную петлю. И под ту же воздушную предыдущего ряда провязываем еще один столбик с одним накидом. Выполнили. Снова 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И теперь провязываем столбик с одним накидом над столбиком предыдущего ряда. Затем снова 6 воздушных петель. И снова выполняем под воздушную петлю между столбиками с одним накидом предыдущего ряда. Сначала столбик с одним накидом. Выполнили. Затем 1 воздушную петлю. И под ту же воздушную предыдущего ряда еще 1 столбик с одним накидом. И так мы вяжем до конца ряда. Мы заканчиваем выполнение ряда. Провязали последние 6 воздушных петель. И теперь должны выполнить соединительную петлю в третью воздушную петлю подъема. Вот таким образом выглядит наш мотив. Далее провязываем еще 1 соединительную петлю под воздушную петлю. Вот таким образом. Теперь 3 воздушных петли подъема. И 1 воздушная петля по узору. Затем выполняем столбик с одним накидом под воздушную петлю предыдущего ряда. Провязали. Затем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И мы должны провязать столбик с одним накидом над столбиком предыдущего ряда. Выполнили. Теперь снова 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И под воздушную петлю предыдущего ряда сначала мы провязываем столбик с одним накидом. Затем выполняем 1 воздушную петлю. И под ту же воздушную предыдущего ряда провязываем еще один столбик с одним накидом. Вот таким образом. Далее 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И снова столбик с одним накидом над столбиком предыдущего ряда. Выполнили. И 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И как и ранее под воздушную петлю выполняем сразу столбик с одним накидом. Затем 1 воздушная петля. И снова столбик с одним накидом. И так мы провязываем до конца ряда. Мы провязали последние 7 воздушных петель. И теперь заканчиваем ряд соединительной петлей в третью воздушную петлю подъема. Вот таким образом выглядит наш мотив. Далее провязываем еще одну соединительную петлю под воздушную петлю. Затем 3 петли подъема. 1, 2, 3. Теперь необходимо выполнить 2 воздушные петли по узору. И теперь 3 воздушные петли для выполнения пико. Выполняем 1, 2, 3. И теперь само пико на воздушной петле необходимо будет выполнить отсчитав. 1, 2, 3. Это 3 петли подъема. Затем 1 воздушная по узору. И в следующую воздушную петлю выполнить пико. Пико мы выполнили. Далее 1 воздушная петля. И мы должны провязать столбик с одним накидом под воздушную петлю предыдущего ряда. Вот таким образом у нас получилось. Далее провязываем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И выполняем столбик с одним накидом над столбиком предыдущего ряда. Провязали. Теперь необходимо провязать пико из 3 воздушных петель. Выполняем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Затем выполняем саму пико. Вводим крючок в вершинку нашего столбика. Захватываем рабочую ниточку. И выполняем соединительную петлю. Пико готово. Далее 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Затем под арочку из 1 воздушной петли предыдущего ряда провязываем столбик с одним накидом. И затем выполняем 1 воздушную петлю по узору. 2 воздушную петлю под пико. Теперь 3 воздушных петли с самого пико. 1, 2, 3. И выполняем пико во вторую воздушную от начала набора. Первую пропускаем. Во вторую вводим крючок. Захватывая рабочую ниточку, протягиваем через все петли. Пико готово. Далее 1 воздушная петля. И столбик с одним накидом под воздушную петлю предыдущего ряда. Далее снова 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И снова провязываем столбик с одним накидом над столбиком предыдущего ряда. Выполнили. И теперь снова пико из 3 воздушных петель. Набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И выполняем само пико. Вводим крючок в вершинку нашего столбика. Захватываем рабочую нить. И протягиваем. Пико готово. Снова 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И теперь повторяем. Под воздушную петлю предыдущего ряда. Сначала мы провязываем столбик с одним накидом. Затем выполняем 2 воздушные петли по узору и 3 воздушные петли самого пико. 1, 2, 3. И выполняем пико во вторую воздушную петлю. Вот начало набора. Провязали. Затем 1 воздушная петля. И еще 1 столбик с одним накидом под воздушную петлю предыдущего ряда. И так мы будем выполнять до конца ряда. Мы заканчиваем выполнение последнего ряда. Провязали 8 воздушных петель. И теперь необходимо выполнить соединительную петлю в третью воздушную петлю подъема. Работу мы закончили. Ниточку обрезали. Получился вот такой красивый мотив паутинка. А в следующей части мы с вами продолжим работу. И научимся соединять такие мотивы между собой.